Великолепная пятерка 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 Внимание на экран Немножко поредела наша таблица Но выбрать, я думаю, вы найдете из чего А это значит, что давайте немедленно к этому приступим Давайте попробуем под номером 8 Номер 8 Тема интересная Головные уборы Называется она 10 наименований Из них 8 совершенно точно Это головные уборы То, что мы носим на голове Вам нужно через 30 секунд Назвать мне 7 правильных ответов Время Елизавета, дорогая, тоже вникайте Возможно, выбор дойдет и до вас Итак, дорогая Школа номер 40 Приступаем к обозначению головных уборов Дмитрий Первая, Феска Внимание, первая Феска Феска Выпускаю Верно Балаклава, шестое Выпускаю Балаклава тоже на голове Дальше Кипа, три Выпускаю Правильно Седьмая, конфедератка Выпускаю Четыре Кивер Не пропускаю Кивер Правильно вы сказали? Кивер А вы его Не пропустили Дим, зря Кивер Кто кивер чистил Весенский Кивер Это вроде Кивер Это вот То, что на голове носится У нас осталось с вами Три правильных ответа И вот три балла можно набрать Ну давайте Калет Елизавета Что вы сказали? Калет Калет Это куртка такая Куртка Без рукавов такая В средневековье Насиленно надевали сверху Калет неправильно Итак, правильные ответы Давайте Феска Боливар Кипа Нон Балаклава Конфедератка Кивер Все Вот Семь правильных ответов Макинтош Это плащ Ментик Это такая гусарская накидка Знаете С опалетом Вот И Калет Это куртка без рукавов Пока 4 балла Доволен? Можно было и лучше Можно Всегда можно лучше Но 4 Это тоже неплохо Аплодирую тебе Я От себя Так Ну что Госпожа Госпожа финалист Прошлого сезона Ваша команда Я насколько помню И чемпионами были И финалистами были Ну Вступаем Вступаем в новые сезоны Это значит Что все с нуля Надо Как бы Зарабатывать Вновь авторитет Прошу Убирай 20 Советские поэты Вот значит Из этих 10 Прекрасных персонажей 7 Совершенно точно поэты А трое Не поэты Определи пожалуйста Время Субтитры создавал DimaTorzok Елизавета Готова ваша команда Прекрасная школа Номер 49 Ребят Давайте начинать Советские поэты Поехали Я это Зощенко Пропускаю Да Зощенко Это какой вам поэт Что же вы творите Ну нет конечно Михаил Зощенко Он Писатель Сатирик Может быть Но не поэт Дмитрий Ну смотри Вся сороковая школа Сейчас даже все строители Сороковой школы Возле телевизора Собрались И будут смотреть Как ты будешь Советских поэтов Назовывать Твардовский Твардовский Есть такой Барто Барто И она есть Бедный Как? Бедный Демьян Бедный Правильно Маршак Маршак 4 Фадеев Сан Саныч Фадеев Он Он же писатель Военный корреспондент Он не писал стихов Но 4 И до этого было 4 И уже как бы 8 Уже как бы неплохое начало 8-0 друзья Вот такой вот Вот такой вот Капитанский фильтр Ну что Теперь пришло время выбрать Дисциплины для своих соперников Лизавета Если я вам предложу начать Ничего не имеете против? Нет конечно Хорошо Так Краеведение Краеведение Биология Краеведение и биология Дальше История Химия История и химия Еще по 2 Физика Литература Физика, литература И Искусство Математика Искусство И математика Теперь ваша задача Расписать участников Которые будут выходить На те или на другие темы А мы благодарим за помощь В подготовке вопросов Бурятский республиканский институт Образовательной политики Также партнер программы Компания Полином Компания Полином Дарит команде Победительницы Сертификат На 50 тысяч рублей Восьмую игру сезона Открывает Алтана Санжиева Игрок команды Школы номер 40 Ее любимые школьные предметы Литература и алгебра А самые слабые Биология и химия В свободное от учебы время Любит рисовать И смотреть разные фильмы На великолепную пятерку Пришла за новыми эмоциями И победой Ее соперница Анна Барнакова Из школы номер 49 Больше тяготеет К естественным наукам Хочет стать врачом На досуге Увлекается сериалами И фильмами Это второй раунд Краеведения и биология Мы начинаем играть С Алтаной Санжиевой Вопрос по краеведению Алтан, все верно? Да Как вам выступление Вашего капитана? Хорошо Сразу такой спорт серьезный Поддержите его Набиранием очков Краеведения Все верно? Да Давайте посмотрим Что у нас осталось Для вас по краеведению Три Не так много Но что-то есть Что номер три? Да Как назывался Высший орган Самоуправления У кучевых народов Сибири Со второй половины 19 века Как он назывался? Можно варианты Варианты нужны? Пожалуйста Хурал Степная дума Курултай Совет тайшей 30 секунд Кочевые народы Сибири Итак, Алтана Какой высший Как назывался Высший орган Самоуправления У качевых народов? Я думаю Это вариант номер три Что там? Курултай Курултай У качевых народов Курултай Я вынужден тебе сказать О том, что в игру Вступает Анна Барнакова Знаешь, кто такая Анна Барнакова? Я думаю Я думаю, что это Хурал Как? Хурал Хурал у качевых народов Хотя Да Значит Дорогие друзья Высший орган Самоуправления У качевых народов Сибири со второй Половины девятнадцатого века Назывался Степная дума Степная дума Назывался Анна Не расстраивайтесь У вас будет шанс Еще реабилитироваться У нас же с вами биология Сыграем Биологию Биология, соответственно Таблица перед вами Видишь Всего лишь три Окошечка Пока Давайте девятое Девять Всегда очень интересно По какому принципу Люди выбирают цифру Вот Тебя что на девятку сподвигло? Ну Сорок девятая А сорок девятая Да Почему не четыре тогда? Ну Пускай будет девять В другой раз Выберем четверку Слушай В тропиках Сородичи Этой птицы Довольно яркие Отсюда Видовые эпитеты Золотистые Хохлатые Фазановые У нас Это серая птица С небросским оперением Но зато Одна из самых известных Кто она? Есть разновидности В тропиках И там она яркая А у нас в России Она такая серенькая Можно варианты? Нужны варианты Прошу Соловей Воробей Куропатка Кукушка Иволга Время На раздуме Я тебя Полминуты В тропиках Сородичи Этой птицы Довольно яркие А у нас она Такая серенькая С небросским оперением Кто же эта птица? Анна Я думаю, что это кукушка Кто? Кукушка Кукушка Можешь погромче сказать? Потому что кукушка Это правильный ответ Скажи Кукушка Это кукушка Шесть баллов Нет, четыре балла Четыре балла Поаплодируем Анне Павлов Ну что, неплохо Разобрались, друзья Разгоняемся Набираем массу очков Выходим в четвертьфинал Такой у нас план Едем дальше Раунд под номером три В игру вступает Сарюна Шайдорова Игрок команды Школы номер 49 Одинаково любит И гуманитарные И точные дисциплины И естественные науки В свободное время Занимается рисованием И чтением книг Ее вдохновляют Две великие женщины Одри Хэберн И Фрида Кало Айлана Чемитова Представит школу номер 40 В этом раунде Будущий программист В школе усиленно изучает Информатику и математику А на досуге Занимается вязанием 8-4 Пока команда школы номер 49 Немножечко Отстает на 4 балла Правильно я понимаю Сарюна Шайдорова Будет отвечать на вопросы По химии 6 баллов наберет И выведет свою команду вперед Какой план? Надеюсь Или хотя бы 4 Хотя бы 4 Верь в себя Сарюна Как я верю в тебя Выбирай пожалуйста Номер вопроса 2 С помощью раствора Этого органического вещества Можно отличить Раствор йода От любых других Похожих по окраске Растворов Тебе нужно Назвать Вещество Можно варианты Нужны варианты Так непонятно Да ничего Какая-то сложная задача Да Давайте варианты Спирт Глицерин Крахмал Глюкоза Полминуты На раздумье И правильно Надеюсь Ответ Внимательно Сосредоточено Айлан Чемитова Тоже сейчас Как решит Правильно Правда Тоже не теряю Время Йод Нужно вспомнить Реактив Реактив на йод Итак С помощью раствора Этого органического вещества Можно отличить Раствор йода От любых других Похожих по окраске Вот что это за вещество Я предположу Что это глицерин Глицерин Нет Нет Не глицерин Не расстраивайся Ничего страшного Вот сейчас Если Айлана ответит Вот тогда Можно будет расстраиваться Конечно Может это Крахмал Крахмал Является Реактивом на йод А йод является Реактивом на крахмал Совершенно Верно 4 балла 4 балла Ну Айлан неплохо начала Ну и что У нас с вами история Да Да Давайте поиграем Вопросы Об истории Без прошлого Говорят нет Будущего Надо помнить Всего видишь Два Два вопроса Всего отсутствует Может будет Семь Семь В декабре 1917 года Правительство Большевиков Предоставило Независимость Этому региону Российской империи Что непрерывно Сохраняется До сегодняшнего дня О каком государстве Идет речь Какое государство В 1917 году Можно варианты Стало независимым От России Можно Латвия Финляндия Эстония Молдавия Бухарское государство Вспоминай Декабрь 1917 Время Раньше это был Регион России А в декабре 1917 Большевики Предоставили Независимость Это стало Отдельным Государством Ну что С химией В школе Номер 40 Все хорошо Как с историей Ну хорошо Пусть будет Номер 1 Латвия Латвия В 1917 году Нет Нет Не Латвия Сарюна Давайте реабилитироваться Номер 5 Что там по номеру 5 Бухарское государство Бухарское государство Вы считаете В самом деле В декабре 1917 Года Правительство Большевиков Предоставило Независимость Финляндии Финляндия Правильный ответ На этот вопрос Ну что Какие-то очки Мы с Аланом Набрали Этого вполне Достаточно Чтобы сказать Раунд Был удачным Переходим Следующий Я участвовала В прошлом сезоне В финале И в полуфинале И Мне руководитель Предложила Стать капитаном Этого сезона И мы с ней Вместе коллективно Подобрали команду Прорешивали разные задания Разные интересные вопросы Из своей игры Например Прошлых лет Сезонов Великолепной пятерки Ну и просто Интересный вопрос Которые могут Быть на Олимпиадах Например В целом Это только начало От начала Ну мало что зависит Может быть и не так На предметность сначала Но я думаю еще Что команда новая Как бы до этого Никто в великолепную пятерку Не играл То есть это первый опыт И я считаю что Ну они немножко нервничают И поэтому так Ну они соберутся Все будет хорошо Создавали команду Когда мы узнали Что наша школа Идет на великолепную пятерку Наш классный руководитель Татьяна Анатольевна Собрала Всех самых талантливых Учеников нашей школы Ну и спросила Кто есть смелый Смотрели результаты Самое главное Какие результаты были на Олимпиадах А капитаном меня стало Потому что я еще в школе являюсь Старостой Ну и Как бы знаю Как управлять людьми И могу Подбирать их Под предметы Я считаю что Наше положение устойчиво Надо продолжать так же Как и идем Все равно надо Не расслабляться Ну да Выиграть два раунда То же самое Можно привести пример В истории Многие Войны Вот когда они Начинают успешно Государство уже думали Что все Победа Но Проигрывающее государство Оно как бы Собиралось со всеми силами И Давало достойный отпор После чего Здесь выигрывали Ну и Третий раунд Откроет Павел Тумуров Игрок команды Школы номер 40 Фанат великолепной пятерки С пятого класса Поэтому принял решение Участвовать без сомнений Его любимый школьный предмет Физика А самый слабый Общество знания В свободное время Играет в шахматы Его соперница Елизавета Яковлева Капитан команды Школы номер 49 Будущий врач Усиленно изучает Химию и биологию На досуге Читает книги И занимается спортом Ну что 12-4 В пользу команды Школы номер 40 Пока Павел Как вам В качестве Фаворитов Этой игры Нормально Приятно себя ощущать Да Но расслабляться нельзя Вы знаете Да Потому что Школа 49 Она такие вопросы Решает на раз Поэтому нужно Нужно набирать И набирать Физика Наш раунд С вами физика Соответственно Нужно выбрать Вопрос Давайте 5 Вопрос номер 5 На верхней смотровой площадке Останкинской телебашни Ускорение свободного падения На 0,1 сантиметра в секунду В квадрате Меньше Чем у ее основания Насколько уменьшается Сила тяжести Действующая на человека Массой 80 килограммов При подъеме его На верхнюю смотровую площадку Сам Сам 30 секунд Решай Следи за размерностями Итак Павел Тумуров Отвечает на вопрос По физике Насколько уменьшится Сила тяжести Я считаю То что Сила тяжести Уменьшится на 0,08 ньютон 0,08 Правильно я тебя услышал? Да 0,08 Это совершенно Правильный ответ 0,08 Молодец Расскажешь Как получилось Если ускорение Свободного падения Изменилось на 0,1 Сантиметра На секунду В квадрате Значит Сила Действующая На человека Изменилась На Эта Разность G Умноженная На его массу 80 умножаем На 1 тысячу Метра На секунду В квадрате 10 минус 3 Можно так сказать Ну да Молодец Абсолютно правильно Лис Ну мы-то с вами знали Решение на это Вы тоже решили Это хорошо Значит С физикой Все в порядке Но Паш То она досталась А вам не досталась Вам досталась Литература Да Давайте седьмой Кто написал Известные строки Поэт в России Больше чем поэт Вот вам нужно Назвать автора Этой фразы Этой строчки Могу я взять подсказку? Да Можете Вознесенский Есенин Евтушенко Некрасов Маяковский В общем Все Поэты Но вот кто-то из них Один произнес О том Что поэт в России Это больше чем поэт Это Величина другая 30 секунд Думайте Лиза Лиза Итак Поэт в России И больше чем поэт В ней суждено Поэтом и рождаться Получить новые знания И опыт С ним поспорит Назар Рыбзынов Из школы номер 40 Гуманитарий Свободное время Посвящает чтению книг Музыке и спорту В будущем Планирует стать Политологом Или историком А что означают Эти цифры Тумен Это означает Что 49 школа Рискует Оказаться Без финала А этого мы допустить С вами совершенно Не можем Будем стараться Будем стараться Поэтому вы выбираете Блиц Вы выбираете Блиц Блиц Но хотя Вот знаете Чтобы в Блице Даже 6 баллов Набрать Это надо прям Постараться Поэтому уверены Вы в том Что хотите Блиц А не вопрос По математике Давай подумать Давай подумаем Смотри Вопрос по математике Это 6 или 4 балла Если ты решаешь задачу Как у тебя С математикой Более-менее Более-менее нормально А в Блице Можно набрать 13 баллов Вот у нас За всю историю Вот этого сезона Самое большое Было 10 баллов По-моему Один из участников Набрал Вот Ну было такое Что можно сразу 10 баллов набрать И уже как бы 14 неплохо Перед дуэлью Но можно И не набрать Ну сейчас Давайте Блиц Давайте все-таки Рискнем Блиц Выбираем Один Номер первый Самый первый Давно пора было его Сыграть Ох не знаю Не знаю Тумен Повезло вам или нет Номер один Это опера Любите ли вы оперу Так как любит Наш программный директор Андрей Петрович Именно он Наверняка Подготовил Для тебя Эти вопросы Старайся У тебя голос Такой не очень громкий Поэтому Чтобы я не переспрашивал Прям громко Кричи на меня Ладно Тогда Мы постараемся Все это быстро Если ты Понял ответ Раньше Чем я прочитал Тоже громко Отвечай Я буду переходить К следующему вопросу Таким образом Мы сэкономим Время И возможно Успеем вернуться Если ты пропустишь Какой-то незнакомый Тебе вопрос Готов? Да Ровно минута Поехали Какая страна считается Родиной европейской оперы? Дальше Автор первой российской оперы? Дальше Самая известная опера По произведению Пушкина? 12 саня Как? 13 саня Громче? Дальше Казарновская или Плесецкая? Кто из них звезда оперы? Казарновская Правильно Главная оперная сцена Москвы Большой театр А в Санкт-Петербурге? Дальше Великий Шаляпин По голосу Бас, баритон или тенор? Тенор Неправильно Сольная партия в опере Называется? Ария Как? Ария Правильно Именем Дмитрия Хворостовского Назван оперный театр В Владивостоке Красноярске или Новосибирске? Красноярске Правильно Михаил Пирогов И Дмитрий Маслеев Исполнители классической музыки Из Бурятии Кто из них певец? Пирогов Правильно Первый оперный певец Бурятии Народно-артизм Советского Союза Дальше Ласкало Известный Итальянский оперный театр В каком городе? Дальше В Дальневосточном федеральном обраке Три оперных театра На каком по возрасту Наш Бурятский? Треть Нет Так Что в музыке называют сопрано? Дальше Можно ответить Потому что я вопрос уже задал Дальше уже не получится Что в музыке называют сопрано? Что такое сопрано? Я вот помню сейчас Давай Вот Десять секунд тебе даю На то, чтобы вспомнить Сопрано Первое сопрано будет Второе сопрано Что такое сопрано? Раз Вообще идея Не знаешь Сопрано это женский голос Высокий Тембр Тембр голоса Женского Четыре правильных ответа Да? Но ты рискнул А значит тебе аплодисменты эти достаются Давай разбираться Родиной оперы считается Италия Первую оперу написал Михаил Глинка Самая известная опера по произведению Пушкина Это Евгений Онегин Главная оперная сцена Петербурга Называется Мариинский театр Шаляпин бас Форостовский это Красноярск Пирогов правильно Оперный певец из Бурятии Народный артист Лхасаран Линдхавоин Ласкало в Милане По возрасту наш бурятский оперный театр На первом месяце Потому что он еще открыт в 1948 году Раньше всех Первый представляешь Оперный театр Вот в Сибири и Дальнем Востоке Сопрано это женский голос высокий 4 балла Тумен Цибиков В игру вступает Назар Рыбзынов Да И отвечает на вопросы из области искусства Да Все верно? Да Пока я не ошибаюсь Назар И вам того же желаю Не ошибаться Не ошибаться Не ошибаться Прошу 9 9 Представляете она прямо у меня вот открыта Посмотрим фрагменты с фильма Внимание на экран Искусство Искусство все-таки И вот дальше Петруха с тобой Вот пять вариантов Фильм называется Белое солнце пустыни Видел ты его когда-нибудь? Да Смотрел Назар? Да Да, это известный фильм на самом деле Космонавты перед полетом смотрят Совершенно верно 30 секунд у тебя на обдумывание И космонавты все смотрят И Назар смотрел И все в зале наверняка тоже Помнят эту фразу Я мсту не беру Места, да? Знаешь, что такое места, да? Это устарелая там Награда В этом смысле Итак, Абдулла, ты знаешь Я мсту не беру Меня за державу обидно Мне за державу обидно Молодец Совершенно правильно Браво Ты ведь меня знаешь, Абдулла Я мсту не беру Мне за державу обидно Ну вот как-то так, друзья Переходим к финальному раунду Который называется Дуэль В нем все и решится Искренней благодарности Нашим партнерам Акционерное общество Улан-Удэнский авиационный завод Институт конфуция Бурятского государственного университета А также филиал банка Открытия В городе Улан-Удэ Финальный раунд игры Начинает игрок команды школы номер 49 Александра Инжиевская В школе отдает предпочтение Английскому языку и обществознанию А на досуге играет шахматы И смотрит футбол Хочет стать учителем Завершает игру капитан команды Школы номер 40 Дмитрий Тугарин Все школьные дисциплины для него Одинаково интересны После окончания учебы Планирует поступить на государственную службу Личностью, с которой можно брать пример Считает Феликса Дзержинского Финальный раунд Финальный раунд дуэль 22-8 Пока впереди команда школы номер 40 Но вот Дмитрий Хочу сказать, что 22 пока не панацея Поэтому в этом раунде Надо все еще набирать Чтобы точно оказаться В следующем этапе Александра Инжиевская Первая начнет игру 8, кстати, тоже это еще не погибель При удачном раскладе Если вы практически Вам нужно практически всю дуэль забирать себе Тогда шансы остаются Саш, да? Поэтому сейчас все смотрят на вас Все в ваших руках Но тем не менее Этот груз ответственности Не должен на вас давить Вы просто играете, наслаждаетесь И право выбора и начать дуэль Предоставляется вам 5 Название 10 известнейших произведений Художественных Это картины Вам нужно через 30 секунд Вспомнить авторов этих произведений И по очереди называть Девочка на шаре Это вот такой автор Не обязательно по очереди Просто кого знаете 30 секунд, чтобы вспомнить Авторов картин Время Субтитры создавал DimaTorzok Ну, Александра Момент истины Черный квадрат Малевич Черный квадрат Малевич Молодец Правильно Три богатыря Вроде бы Серов нарисовал Три богатыря кто? Серов Серов нет Первая ошибка, Дим Первая ошибка Саш, продолжаем Сикстинская Мадонна Это Да Винчи Сикстинская Мадонна Кто? Да Винчи Да Винчи нет, Саш Первая ошибка у тебя Дим, продолжаем Ну, если Серов нет Три богатыря То тогда Бурлаки на Волге Бурлаки на Волге Это Серов Серов Вторая ошибка Да Что-то с Серовым пока у тебя не очень Саш Вот Джаконда Как громче? Джаконда это Да Винчи Джаконда это Да Винчи Это Да Винчи Правильно, второй балл Пока все нормально Дима Вспоминай еще кого-нибудь Купание красного коня Серов Третья, да? Ты знаешь, Дмитрий Кроме Серова Есть еще художники По-моему Вот я насколько помню Да Вот Серов не получил Третья ошибка Дмитрий покидает нас Александр, смотри Все в твоих руках Ты одна В этом раунде Называешь всех И в общем Нет, я всех не смогу назвать Это тебе кажется Что ты не сможешь У тебя же есть я Который будет тебе Всячески помогать Давай Кого точно знаешь? Я честно больше никого не знаю Ну вот Бурлаки на Волге Ты же помнишь эту картину? Или нет? Бурлаки тянут баржу Да, я помню Да, и кто это? Это Кто автор? Я без понятия Сикстинская Мадонна Тоже знаю Тоже знаю как выглядит Вот, да? Да Кто ее автор? Ты сказала кто? Я сказала Да Винчи Да Винчи Но это не Да Винчи А если не Да Винчи То кто? Кто там еще это был? А Давай ладно Давай вот девятый вал Девятый вал Там тоже В общем-то Вариантов-то больше Не много На самом деле Кто бы мог написать Девятый вал Понимаешь девятый вал О чем это? Нет? Не видела? Мм Жаль А можно пропустить? А там некому пропускать? Ну тогда Дмитрий Дмитрий к сожалению Нас покинул с Серова Вместе Удалились Писать картины Ну кого-то надо Или я просто останавливаю игру И все И мы закончили Давайте закончим Давай закончим Никого больше вспоминать Не будем Да? Ну давай попытаемся Хоть одного вспомнить Девятый вал Это такая волна большая Море Кто у нас Море рисовал? Море Нет Ты не помнишь Девочка на шаре Может быть Такая красивая Стоит А рядом мужчина Такой Нет Все Не буду тебя мучить Давайте закончим Друзья 2-0 В этом Саш Ну победила В этом раунде Поаплодируем Александре Друзья Девочка на шаре Это Пикассо Черный квадрат Малевич Переход Суворова через Альпы Это Суриков Девятый вал Айвазовский Джаконда Да Винчи Три богатыря Воснецов Секстинская Мадонна Рафаэль Грачи прилетели Саврасов Бурлаки на Волге Репин Купание Купание Красного Коня Петров Воткин Вот такие Правильные ответы Были на эти вопросы Итак С отсчетом 22-10 В этой игре Победу Одерживает команда Школы Номер 40 Давайте аплодировать им 40-ая школа Погружается в режим Ожидания Буквально еще Пару игр И мы Увидим Как будет выглядеть Рейтинговая таблица Первого этапа Нашей викторины Увидимся с вами Ровно через неделю Я Валерий Скосырский Ну все Пока Редактор субтитров А.Семкин